Развитие машиностроения одна из главных задач государства. Об этом сегодня шла речь во Дворце независимости на встрече президента с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком. В этой сфере задействован примерно каждый пятый белорус и она создает 21% ВВП страны. Отсюда и такое внимание Александра Лукашенко, ведь опять же на машиностроении завязаны транспорт, логистика и другие звенья экономики. Глава государства подчеркнула, если надо, помощь будет, но главная цель – зарабатывать самостоятельно. Есть жесткий план, если мы хотим выжить, то мы должны планы эти реализовать. Пускай нас критикуют, что мы ретрограды, что мы консерваторы и так далее. Когда будут предприятия работать, человек будет иметь зарплату и желательно хотя бы немножко выше, чем в прошлом году, тогда нас оценят. Поэтому это очень важно, а еще важнее вы поднимаете вопрос по равномерному производству, ну и, естественно, поставке техники по кварталу. Ну и очень важный вопрос – поставка техники в лизинг. 146-й указ, который вы часто цитируете. В каком направлении у нас организована работа и как мы будем работать в будущем году по лизингу. На пятилетку мы замахнулись сформировать планы заказов и производства белорусской техники, планы закупок, ну и, естественно, и продаж. Выпускать много техники белорусский производитель умеет. Необходимо подтянуть и качество продукции, ведь оно главный козырь на экспортном рынке. Борьба за контракты – остра как никогда. Тем более на отечественную технику давят и при помощи не совсем честных методов, тех же санкций. Тут Александр Лукашенко предлагает предприятиям помощь юристов и дипломатов. Обратил внимание президенты на проблемные проекты. Это бумажные фабрики в Шклове и Добруше, а также Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. Гиганты, призванные генерировать хорошую валютную прибыль, которые год лишь раскачиваются и находятся в статусе перспективных.